Текст. Сейчас мы получим извещение о том, что мы в прямом эфире. Здравствуйте! Здравствуйте! Всем очень рада присоединяющимся. Это Корой Синема, это Скорочтение. Мы на время самоизоляции с большим удовольствием приглашаем к нам гостей, с удовольствием с ними общаемся, расспрашиваем у кого, что, как, какие планы. Меня зовут Олеся Трифонова и сегодня в гости к нам я жду замечательную, обвражительную, невероятную актрису Алёну Хмельницкую. Я очень надеюсь на то, что Алёна не забыла. И сейчас я тоже её увижу. Мы с ней будем... Когда покажете тот самый концерт, там и показывали тот самый концерт, Андрей Акулин777. Как же? Вы хотите у нас на сайте посмотреть? У нас на сайте, кстати, я от каждый день замечаю, что не все ещё знают, какая у нас прекрасная подборка фильмов собрана. Сейчас их можно посмотреть на коройфильм.ру, поэтому заходите, проверите сами. Вот. А Алёну я очень жду и надеюсь, сейчас нам связь получит, позволит посмотреть вместе и поговорить. Как ваши дела во вторник? У нас, по-моему, совсем испортилась погода за окном. Всё. Будет ли повтор концерт Аллы, Андрей? Я, честно говоря, не знаю. Пока разобраться бы с планами, как прокатчики выстроят свои фильмы дальше, кто куда что сдвинет. А там и до повтор дела дойдёт. У меня было полное ощущение, что его уже можно посмотреть в сети. Где этот снег идёт? В каком городе-то? Людмила, дорогая, где у вас снег? Расскажите. Ну, что там у нас? Очень жду Алёну Хмельницкую. Мы-то говорили, что мы сегодня поболтаем. Но знаете, как бывает? Во-первых, потеря времени колоссальное, в смысле, ощущение времени. В Минске снег? Ничего себе! Вот это да. И прям минус у вас. Люд, ну зато у вас не так жёстко с мерами самоизоляции, как у нас. Понимаете? У вас зато гораздо всё проходит спокойнее. У нас сегодня, правда, тоже всё уже спокойно. Я посмотрела, вышла на улицу. Полно людей. Все в масках, половина без масок, половина без перчаток, в магазин заходят. Хотя вот такие вот просто не висят, что заходите только строго в масках и перчатках. И приют на это дело. Но тут единственное, что хочется надеяться, что вот это чудо, когда все вышли и никто не заболел, не заразился, оно произойдёт. Алёна, вижу, с удовольствием сейчас подключаю. Алёна Хмельницкая сегодня будет с нами в гостях. Сейчас произойдёт эта магия соединения. Дальше. Здрасте, Алёна, здравствуйте. О, здрасте, здрасте. Очень рада. Не могу сразу не сказать, как же я люблю ваш Инстаграм. Мне так нравится, когда люди ведут живой Инстаграм, когда это не только позирование, так, сяк, неперекосяк, когда есть что-то, что можно понять про человека, посмотреть, как он реагирует, как он видит мир. Это очень приятно. Мы, конечно, не можем смотреть мир вашими глазами, но хотя бы подглядывать иногда будет. Это очень здорово. Спасибо. Спасибо. То, что сейчас я наложу здесь всё, у меня всё слышно. Вы сами ведете свой Инстаграм? Да, я, конечно, веду сама. Да. И, ну, на самом деле, понятно, что всё это некая жизнь виртуальная, но мне кажется, что для меня важна, как бы, во-первых, вот эта вот обратная связь. Мне это интересно. Действительно, потому что возможности пообщаться с таким количеством людей, узнать по поводу чего-то их мнение там, да, и так далее, и так далее, это очень хорошая, очень хорошая возможность, поэтому у меня действительно он такой живой, непричесанный Инстаграм совершенно вот со всякими аппендаунами, вот, и с настроениями, и так далее, и так далее. Но мне очень приятно, что действительно люди как-то подзаряжаются иногда и говорят просто там, ну, спасибо за то, что мы созвучны, и за то, что, да, есть какой-то позитив, а иногда не позитив, но он тоже, он тоже не сделан, и он живой. А самый популярный комментарий, который вам оставляют? Ой, я на самом деле не знаю, я так не считываю ничего. Ну, конечно, многие очень говорят, что мы любим ваши фильмы, перечисляют какие-то фильмы, сериалы, вот, там запомнящиеся, ну, это, безусловно, и сердца трёх, вот, и потому что, ну, действительно, очень часто показывают этот фильм, поэтому уже поколение и поколение... А фильм всё здесь, и есть возможность. Да, 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 ну, конечно. Ну, потому что действительно у нас мало таких вот фильмов приключенческих, если посмотреть, даже вот смешно у нас одно время, и даже до сих пор иногда путают с гардемаринами, потому что нас, я имею в виду, да, там, актёров, снимавшихся и в гардемаринах, и в сердцах трёх, потому что мужской состав, он, как бы, из гардемаринов, и жигунов, и шевельков, и даже у нас там один раз появился Харатьян, вот, и поэтому у нас такое вот мы, сердца трёх, и гардемарины, как бы мы так, мы идём одним в одном флаконе, вот, ну, потому что это действительно вот те самые приключенческие фильмы, которых, ну, вот у нас как-то так получилось, что крайне мало, даже не могу ещё вспомнить какое-то... Сглачусь, да, это, мне кажется, моё золотое детство было, я взахлёб смотрела, пересматривала, последний раз, мне кажется, лет, наверное, пять назад, когда возила детей в отпуск, и там в отеле, ай, мне помните, показывали вот эту гардемарину, мне кажется, и я смотрела, думаю, господи, вот же фильм, я детям показывала, и возможность, кстати, показать детям, она всегда прекрасная, потому что дети смотрят это совсем не так, как мы, вот, а приключения, я думаю, сейчас будет больше приключенческих картин, потому что мы так сильно все засиделись в самоизоляции, что душа... И у нас столько приключений! Да! Слушайте, как проходит ваша самоизоляция, расскажите, что вы делаете, такого чего не делали никогда, или наоборот, не делаете того, что очень любите, вот, в чём-то прям вы, ну, кроме того, что съёмок нет, я так понимаю, сейчас нигде ни у кого. Конечно. Вчера дали пославление, и Роспотребнадзор, вот, вывесил простыню из 26 мер, теперь, вроде бы, продюсеры могут это всё вернуть, но как быстро это произойдёт, мы не знаем. А что у вас происходит? Да, ну, я на самом деле тоже, как нормальный человек, я, конечно же, периодически психую, вот, ну, так скажем, из-за этого всего, потому что мы прекрасно понимаем, что вот так вот по щелчку это всё не закончится, естественно. Послабление не может не быть, потому что, ну, иначе наш мир рухнет, да, просто в плане, ну, всего вообще. Вот, поэтому вот эти послабления, я просто вот прямо очень, если вот сейчас я могу попросить какое-то количество людей, чтобы люди сразу от этих вот, как бы, мер, которые, да, послабления не бежали. Если есть такая возможность, если нету такой возможности, то, конечно, ходите, идите на работу и так далее, и так далее, но, пожалуйста, со средствами защиты хоть какой-то, потому что, ну, ничего это не уйдёт, вот так вот прямо. А там побежали уже, побежали, все уже ещё на спадке сбежали, потому что такая погода была, и что все прям выжили, бурлило, и было видно, сколько людей на улице. Ну, да, тут... Я могу сказать, что я буду сидеть до последнего. Вот сколько я смогу просидеть. Я буду сидеть, потому что я, ну, действительно, беспокоюсь, и потом у меня сейчас и родители со мной, вот, всё-таки люди, находящиеся в зоне риска особого, вот, и так далее, и так далее. Я вот как бы очень боюсь стать причиной, так скажем, вот, заражения кого-то. Вот просто вот это, чтобы было у людей... Но я не делала вас на велосипеде. И я в этом смысле, поскольку я не буду кататься на велосипеде, я считаю, что от одного быстролетящего велосипедиста гораздо меньше вреда, чем от скопления людей в магазине, в масках и без масок. Нет, конечно, нет. А потом я хочу сказать, что, ну, у меня вот такую, как бы, счастливая возможность. Я и сейчас только оценила, что я живу за городом, потому что, в принципе, от жизни за городом я всё время страдала. Страдала, страдала из-за пробок, из-за пробок, из-за того, что всё это невозможно. Ну, мы очень давно уже как бы живём за городом, с 2002 года. Но вот с этого момента, с 2002 года пробки увеличились часа на два, наверное. И невозможно, то есть я стала уже, сначала у меня был прям кризис, просто всё, я хотела уезжать в Москву, потому что это невозможно было. Жизнь изменилась, то есть тебе надо с утра понимать, что ты можешь куда-то там поехать, и тебе надо иметь, я не знаю, что-то, может быть, переодеться с собой там, или ещё что. Тебе надо распланировать день, потому что ты понимаешь, что ты заехать домой не успеваешь никак. И вот это меня... У тебя есть смена туфель, смена одежды. Абсолютно, абсолютно, да-да-да-да-да. Вот, но это заняло какое-то время, да, для того, чтобы вот это вот адаптироваться к этой жизни, вот, и для меня это было прямо очень всё сложно. Сейчас, конечно же, это кайф, потому что, ну, просто у нас вот рядом совсем лес, и на велосипеде я езжу не среди людей. На мне висит маска, которая, если я проезжаю и вижу там каких-то людей, пусть они не подумают ничего плохого, но маску я надеваю, если мне приходится... Надевается, да. Я надеваю сразу маску и езжу я в перчатках, если тепло, то в резиновых перчатках, если холодно, то в тёплых перчатках. Вот, и я просто в лес. У нас оказывается, вы понимаете, что я не знала этого, что у нас оказывается столько интересных мест, прекрасных в лесу. Такие тропинки. Ну вот, как плюс этой самоизоляции. Абсолютно. Да, какое-то бездорожье, но в этом тоже есть кайф по этому борелому, какому-то ещё что-то на этих великах. В общем, это на самом деле глоток воздуха, правда. Вот, поэтому, да, я себе позволяю. Я на самом деле не особо пощу вот эти вот все мои прогулки, потому что мне просто неудобно перед людьми даже, которые сидят в квартирах, и у которых нету даже там, я не знаю, ну, у кого-то есть возможность поехать на дачку даже там, да, куда-то там небольшую, у кого-то нет. И я себя, честно говоря, очень торможу, потому что я понимаю, насколько сейчас, ну, мы в более выигрышной ситуации тех, кто живёт за городом. Вот, так что я могу сказать. Безусловно, я не могу ездить по лесу, но не могу поехать, потому что для этого надо пропуск на, так сказать, выезд в Подмосковье, и никаких прав ехать туда нету абсолютно. Ну да, да, в ближайший магазин в Подмосковье поехала. Да-да-да, вот, поэтому я никогда не ездила, вот так вам скажу, по лесу на велике, вот это у меня впервые, как бы происходит со мной. Сколько вы проезжаете? Сколько вы проезжаете? Максимум? Рекорд? Я не знаю, я не знаю, как километраж, но такие прогулки, ну, на час, наверное. О, ну, это больше десятки точно, да. Да-да, нет, но это потом где-то нельзя проехать, это надо сойти с велосипеда, пройти там, я не знаю, с ним практически на руках, там что-то такое. То есть это прямо, это такой челлендж, вот, вот, этого я не делала никогда. Могу вам сказать, всё остальное, в принципе, я пытаюсь, знаете как, я пытаюсь, очень много стадий я прошла с момента самоизоляции. Да, да. Да, вернулась, я вернулась, у меня же какая произошла ситуация. Я уехала на съёмки в Испанию, вот, меня, да, я могу просто это говорить, потому что я даже это, ну, как бы там постила в Инстаграме, что меня утвердил Нетфликс на новый сериал, да, вот, который, значит, должен был сниматься весь, это у меня звонок. Так, отклонили. Вот, и, да, и я поехала сниматься, я поехала сниматься в Мадрид. Прямо, ну, это было в начале марта. Это было в начале марта, но как бы не было такой ситуации, то есть они думали тоже, что это будет возможно, что не закроют всё и как-то там съёмки будут возможны. Ну, в общем, я туда прилетела, три дня я там пробыла, значит, у меня была примерка костюма, вот, и так далее, и так далее, знакомство с группой, мы все перезнакомились, значит, всё было прекрасно, и через три дня нас собрали и сказали, что, ну, то есть группу, конечно, группа, просто они снимают на базе, на базе испанской киностудии, но это американский Нетфликс, вот, и сказали, что у нас есть сутки, ребят, для того, чтобы разлететься по разным странам, потому что Америка вообще закрывала границы. Это было 13 марта. Вот, утром 13 марта нас собрали, 12-го нас собрали, и 13-го я уже ночью с 12-го на 13-е я вылетала в Москву. Вы прямо чувствуете, потому что моя подруга застряла в Испании, она сидит там и до сих пор пишет, что она только в июне им разрешат вылететь, они уже там переболели, вот это всё случилось, то же самое, вам страшно повезло. Немедленный вопрос, все спрашивают, как называется сериал? Он называется In From The Cold, это, ну, как бы так, из холода, если так вот перевести. Он даже есть уже, если вы зайдёте в приложение Нетфликс, уже есть, так скажем, вот... Превью какой-то, да? Да, такая заставка, да, превью, как бы о чём пока там... А у вас там сквозная роль или это на несколько эпизодов? Нет-нет, у меня сквозная роль на вот эти восемь, первый сезон, ну, как бы они так рассчитывают, да, на вот восемь, на восемь серий. Ой, как здорово, это просто замечательно. Да, я очень надеюсь, что всё это состоится, мы на связи. Конечно. Да, мы на связи, и все тоже очень-очень надеются, что это всё случится, никто не знает, когда, вот, ну, потому что это всё-таки всё, это связано с открытием границ мировых, вот, поэтому мы все как бы на связи, очень-очень надеюсь, может быть, осенью, может быть, не знаю, может быть, ну, в общем, дай бог, чтобы это всё случилось, потому что, конечно, обидно было бы. Нет, всё состоится, мы верим. Скажите, пожалуйста, а вот вы же вообще очень много путешествовали, но есть страны, в которых вы наверняка ещё там не были и хотите побывать. Это какие, например, страны? Да, я очень хочу побывать в Японии. Да, и вот я никогда не была в Японии, я не была в Китае, тоже бы очень хотела, несмотря ни на что. Сейчас какой-то неподходящий время для Китая, мне кажется, нет. Ну, не сейчас, не сейчас, вообще, вообще, да, но меня очень вот вообще в принципе влечёт Азия, которая для меня открылась вот сейчас уже совсем недавно, так скажем, пять лет назад, вот я впервые поехала куда-то, это был Таиланд, Шри-Ланка, там, так далее, до этого как-то вот для меня было закрыто, была Европа, была Америка, там, ну, не знаю, как-то так получилось у всех по-разному, вот, и вот мне, конечно, очень-очень бы хотелось оказаться в Японии, но я надеюсь, что всё это будет, ну, и, конечно, какие-то любимые места, так скажем, которые есть, и в которых я не была, например, в очень многих местах Италии, которые я тоже очень люблю, но не могу сказать, что она мною охвачена, так скажем, полностью, вот, и Испанию я тоже очень люблю, я на самом деле безумно рада, что хотя бы вот эти три дня мне удалось погулять по красивейшему, просто по красивейшему городу Мадриду, как-то я последнее время была больше в Барселоне, вот если я ездила, я много ездила в Испанию, ну, почему, а в Мадриде я была в 16 лет, вот, и всё, у меня там работала мама, она у меня балетмейстер, вот, и она там работала в Королевском театре балетном, и я вот тогда попала первый раз вообще в Испанию, в Мадрид. Слушайте, а вот Мадрид изменился, по вашему ощущению, с тех пор, каким вы его помнили в 16 лет, и вот сейчас, потому что кажется, что, ну, это как бы исторические все-таки города, они не должны сильно меняться, как мы, скажем, Москву видим, которая меняется. Да, 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 нет, вот я даже удивилась, что по моему ощущению, вот тому, которое было, он не изменился, вот это ощущение такое, он очень красивый, он такой имперский, он какой хочешь, и там очень много, ну, по нему надо прямо ходить, я вот эти три дня, мне кажется, я не присела, потому что я ходила, 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 вот это вот все, конечно, помню очень плохо, вот, но ощущение тоже, атмосфера та же, ощущение тоже, какой-то красоты безумной, солнечности, доброжелательности, очень все просто, люди безумно такие вот все дружелюбные, приветливые, очень вкусно, очень все как-то удобно, ты не боишься, да, там, что-то не то сделать, как-то не туда, там, присесть, что-то сказать, ну, бывает такое, да, то есть нету совершенно никакого, так скажем, пафоса от местных жителей, да, такого, что они очень-очень теплые, теплые люди. Это правда. Да, и я еще ходила и говорила, и говорила, кстати, мне говорили все, все, сейчас вы все закрываете, я говорю, послушайте, ну, конечно, но пока все работает, Прада работает, музей работает, столько выставок, столько вообще всего-всего, я сейчас вот пока еще не начались съемки, пойду туда-сюда, тра-та-та-та-та-та, и вот просто это было прямо на таком, знаете, взлете меня, нас всех, нас всех так подрезало, остановило, вот, но, в общем, я очень надеюсь, что все наладится. Тем временем будете вернуться в Мадрид к съемкам, возобновить эту всю историю, и понятно, что планов, конечно, потому что там делается, что смотрится, невероятное множество. А в вашем Инстаграме вы задавали вопрос, с каким городом вас ассоциируют чаще, какой был в итоге консенсус, есть какой-то популярный ответ? Нету, нет, нет, есть, 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 на самом деле для меня это не так, почему-то очень многие говорили про Францию. Да, я почему-то, несмотря на свою любовь к Франции и то, что я вообще такой франкофон, я изучала французский в школе, вот, и я говорю, ну, так, как бы говорю, помню, и часто там бывала, но я себя совершенно не ассоциирую с Парижем абсолютно, мне кажется, я какая-то другая. Но я написала, я написала, что этот вопрос навеян сериалом «Бумажный дом», «Каза Тепапель», да, потому что там, как бы, вот, у главных героев, у них у всех они сами себе берут такие клички, и они все называются по городам, и мы как раз моей дочерью со старшим и вместе параллельно, ну, она чуть-чуть вперёд ушла, мы смотрим этот сериал, она говорит, ну, как же точно они все названы? И это не объяснить, потому что это ассоциативный ряд, это очень много всего, это не потому, что ты, там, такая-то, да, или сякая, это и внутреннее какое-то ощущение от города, и ещё что-то. И мне стало так интересно, мы стали в семье друг другу давать идти вот именно по городам, вот, и вот это мне показалось очень прикольным, поэтому я решила спросить. Но из всего перечисленного, если уж брать Францию, то это скорее Ницца, нежели Париж. Да, вот, ну, для меня, например, да, Фран, там много всего просто, там внутренний, там не только какие-то внешние, да, факторы, язык или ещё что-то, нет, там, ну, такая вот интересная штука. Что ещё вы смотрите? Вы знаете, я на самом деле думала, что вот я сяду на изоляцию сейчас, и как начну всё смотреть, и как начну всё смотреть, но нет, у меня как-то не получается вот прямо, во-первых, сидеть и смотреть, почему-то многое, но я не хочу перечислять, потому что я всегда не люблю, как бы, там, навязывать какое-то своё мнение, просто от каких-то ожидаемых фильмов я что-то даже, ну, я очень редко прерываюсь, я обычно досматриваю, но было такое вот из последнего, просто я прям взяла последнее, что я не смотрела, и стала смотреть, да, там, и фильмы, и сериалы, и у меня какое-то странное ощущение, то ли я думаю, то ли я странная, то ли сейчас, то ли ситуация вся такая, что как-то я не могла ни на чём, вот, знаете, как зацепиться, ни как, вот, да, как-то вот это вот, ну, что-то не могу понять, ни туда, ни моё, ни это, не знаю, не знаю, послушайте, я никого не... Меня тут спрашивают, почему вы меня, я никого сейчас не игнорирую, мы просто разговариваем, я думаю, что если мы успеем ответить, да, там, на какие-то вопросы в конце, мы попробуем... Да, 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 мы попробуем ответить, не обижайтесь, ради бога, пишите мне, я вам отвечу на все вопросы, вас интересующиеся. Да. Я, кстати, не могу посмотреть ни один, примерно полный метр, так вот содержательно сесть и посмотреть, потому что я начинаю смотреть поздно, во-первых, я на части фильмов просто засыпаю, я очень не люблю смотреть кино так, чтобы смотреть на следующий день, досматривать, я считаю, что если нет сил, то лучше не начинать, а вот сериальная форма для меня нормальная, я вот уже какие-то смотрю бесконечные сериалы каждый вечер, но у меня очень хорошо идет «Убивая Еву», такой достаточно развлекательный, и у меня, я с удовольствием сейчас смотрю, наконец, «Корону», которую я очень хотела посмотреть про всю семью Елизаветы, да, и мне не хватало бы такой, не знаю, сконцентрированности, что ли, вот сейчас у меня это хорошо пошло, но непонятно, что будет дальше. Да, ну, да, да, да. Да, 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 нет, я слушаю вас. Я хотела вот что спросить, вот вы переиграли в таком большом количестве костюмированных фильмов, да, где красивые, ну, красивые фильмы, костюмы, даже там, не знаю, какой-нибудь еще взять, если не фильмы, то там «Мюзикл Золушка», где у вас совершенно феноменальные были костюмы, да, по ощущению, по воспоминаниям, какие действительно костюмы, вот вспоминаются, как «Вау, вот это были костюмы». Потому что старый фильм «Подполковник», да, это совсем другая история. Это другая, это очень неудобно оказалось. Да, неудобно оказалось. Ужасно вообще, при том, что, безусловно, шили на меня, да, речь идет о сериале «Старая гвардия», где я, значит, «Подполковник» Романова. Романова, да. Да. И шили, конечно, на меня эту форму, но вообще сама форма, вот это вот то, что все под горлышком, и все вот это вот, и пиджак обязательно, да, и пиджак, и причем у нас там, ну, были консультанты, значит, когда ты можешь расстегнуть пиджак, когда ты не можешь его расстегивать, даже если ты там находишься со своими, так, в общем, там прям очень-очень много каких-то правил, но вот эта форма, с одной стороны, для роли, это даже хорошо, потому что у тебя меняется все, у тебя меняется походка, у тебя меняется вообще, как тебе сидеть, как тебе стоять, да, все немножко ты скованное, как бы, да, такое-то, в общем, ну, я себя чувствовала зажатой, но воспринимала это как благо, я думаю, а, ну, хорошо, значит, вот такая я буду, такой подполковник. То есть все другие движения совершенно, да, другая пластика, органика получается. Вот, поэтому это не очень удобно для нас, которые привыкли все, там, куда хочешь руку, куда хочешь ногу, вот, это, конечно, совершенно другая история. А если говорить про театр, то, конечно, ну, Золушка, который, вот, звонки, а Stage Entertainment, то, что делал, там были фантастические костюмы, и они были еще, там, конечно, сумасшедший фанат, я фанат шляп, и у меня, у моей мачехи были совершенно невероятные шляпы, огромные, я просто вот так вот каждый раз наклонялась, когда проходила там в декорации, потому что, в общем, это было что-то такое, что-то было прям невероятное, очень красивые, очень красивые шляпы, которые прицеплялись, там, я не знаю, это был и парик, под париком микрофоны, и эти шляпы, но красота побеждала без дискомфорта. Абсолютно. Вот, это было, конечно, очень здорово. А по съемкам, у меня был такой фильм, назывался он «Радости и печали маленького лорда». Главной роли был Станислав Сергеевич Говорухин. Вот, и там действительно были костюмы такие настоящие, исторические. У меня были корсеты, я, кстати, сохранила до сих пор корсет, вот, но никак, не в плане того, что я там, может быть, там дико растолстела, но все равно, это было достаточно давно, и этот корсет, я так проверяю, как я дышала вообще в нем, когда я снималась. Меня так затягивали прям, держа ногу на спине костюмеры, вот так меня затягивали в этот корсет, и потом уже надевали все эти платья, там и так далее, и так далее. В общем, это было прям, ну, по-настоящему. Ну, это тоже меня, это, соответственно, сразу образ дает. Можно даже, ну, понятно, что вы все готовитесь, понятно, что вы погружаетесь в роль, но только вот это вот тебя заковали в эту всю красоту, и ты тоже совершенно преображаешься. Абсолютно. Ты понимаешь, почему они падали так часто в обморок, во-первых, девушки 19 века. Потому что проглотить, проглотить что-то, это там, я не знаю, были какие-то обеды, там, и вот я понимаю, что я глотаю кусочек яблока, и я его ощущаю под корсетом, вот. И ты уже так думаешь, не-не-не, а его расстегивать, а потом после перерыва надевать, это вообще как бы без вариантов. Вот, поэтому я была все время в этом корсете, но зато похудела, в корсете не очень-то поешь. Вот, так что вот это, конечно, тоже из воспоминаний. Еще, кстати говоря, вот хотела по поводу тоже и костюмов, и вообще вспомнить, был такой сериал, который прошел, мне кажется, очень незаслуженно, как-то незамеченным, ну, потому что его редко показывали, может, показали пару раз, он назывался «Оплаченный смертью». О, я знаю, такой сериал, да. Да, это снимал Димочка Брусникин, «Царствие небесное», вот, и там я играла, значит, искусствоведа, и там Интерпол занимался, да, расследованием, различным расследованием, как бы связанным именно с какими-то артефактами, и это были разные-разные времена, то есть это был... И главные герои, то есть мы вот расследовали, у нас было бюро, да, такое расследование, и когда показалось, как было в тех временах, мы как бы становились вот теми героями. Это было время Моцарта, это было время Фауста, это было время там, в общем, Босх, там было очень много очень интересных. Время примерно Канан Дойль, вот когда, да, Шерлока Холмса и так далее. То есть костюмы были просто сделаны фантастически, не по-сериальному. Вообще, я просто сходила с ума от счастья, потому что, ну, вы знаете, когда ты видишь это всё вот так вот вживую, когда каждая пуговка была обшита тканью, каждая штучечка, каждая... Ну, вот всё-всё-всё было сделано по такому вообще, по такому большому счёту, вот, я не знаю даже, где там сейчас эти костюмы, но это было что-то, это прямо так, такие художники, вот, Наташа Александрова замечательная, и вот они всё это, я помню, прекрасно. Это был прям шок, потому что, ну, я не помню, ни до, ни после такого, чтобы в сериале, так скажем, вот так вот, так заморачивались на исторических костюмах, это было прямо что-то с чем-то, правда-правда. Да, а что происходит вообще с костюмами дальше? Вот вы отыграли проект, вы отыграли фильм какой-то, вы отыграли сериал, куда это потом всё утилизировалось? Это к продюсерам. Ага. То есть такого, что вам отдают костюмы, шляпы, такого что-то никогда не было? Нет, конечно, нет, ну, ты можешь, конечно, попросить, но куда бы я с этими костюмами бы делась? Наверное, там, да, иногда ты там даже хочешь что-то выкупить, такой бывает странный эффект, когда ты снимаешься и думаешь, о, какая прекрасная вещь, и в конце проекта там ты её или выкупаешь, или даже тебе могут её там отдать просто, и ты больше её не надеваешь никогда. Вот она у меня висит, эта вещь, а мне она так нравилась, я подумала, о, как это прекрасно. Не происходит ничего, ну, я имею в виду с современными даже, да, с современной одеждой, то есть она хороша для конкретной ситуации, а потом, видимо, ты от неё и устаёшь, и, в общем, это... Нет, ну, кроме там, я не знаю, джинсов, окей. У походников эта история называется эффект тушёнки, когда ты в походе ешь тушёнку и пляжешь самое вкусное, что, может быть, ты возвращаешься домой в зону, покупаешь тушёнку, и невозможно съесть ни одна ложки на это. Да, 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 это правда, потому что иногда ты приходишь, когда у тебя такая бывает сериала, конечно же, в основном это сериалы, когда ты снимаешься нон-стоп, ну, ты уезжаешь там, я не знаю, в 7 часов утра, потом у тебя какая-то ещё переработка, в общем, ты возвращаешься, падаешь, а потом тебя утром опять увозят, и так там типа 10-14 дней. И ты не понимаешь даже, в чём ты пришёл на съёмку. То есть ты когда должен переодеться, а в чём я была? Просто серьёзно. А в чём я была с утра? Вот, и так это... И, конечно, тебе очень комфортно в этих костюмах, в которых ты живёшь. Ну, потом это всё заканчивается. Тушёнка. Алён, слушайте, вы, насколько я просто вижу и понимаю, вы совершенно фантастически умеете дружить. Такой редкий дар по нынешним временам. Я знаю, что у вас много друзей, подруг со студенческих времён осталось. Это какие-то прям прекрасные отношения. Вот сейчас в самоизоляции, когда все на гаджетах, на вот этом всём уходит что-то, или там нас ждёт вообще эта глобальная какая-то цифровизация, зависимость? Какие-то есть, скажем, универсальные рецепты? Как поддерживать дружбу такую вот крепкую, долгоиграющую? Вы знаете, нет, ну, во-первых, спасибо большое. Я хочу сказать, что я просто в этом смысле счастливый человек, потому что, когда ты слышишь различные какие-то истории, ты понимаешь, что людей иногда так судьба испытывает, ну, действительно, с юности, вот какие-то истории, ты думаешь, боже мой, ну, вот как это падает всё на голову кому-то, какие-то такие испытания, какие-то такие столкновения с юности. Вот я могу сказать, что я счастливый человек, меня с моими подругами вот так вот никогда не сталкивало какие-то страшные ситуации. Ну, я имею в виду, там, по молодости, знаешь, бывает, там, нравится какой-то один и тот же мужчина, молодой человек, или там ещё что-то, или вот какие-то, что надо всё время перебарывать, решать, перешагивать. Вот как-то мы роли там одни, да, потому что у меня прекрасные актрисы, подруги, с которыми мы, ну, не то что не соперничаем, а если я нахожусь там на каком-то кастинге, я могу сказать, ой, вы знаете, мне кажется, что вот сейчас, я знаю, что к вам должна прийти там тата и тата, вот, а она вообще, мы с ней подруги, если вот давайте, мне кажется, она больше подходит и по поводу меня так же. То есть у нас, ну, вот эти все рассказки про что-то такое другое, это для меня дикость, на самом деле, да, ну, то есть я с этим не сталкивалась, я понимаю, что это бывает, вот, но меня это как-то обходило всё. Я могу спросить, сразу спрошу, здесь спрашивают, с кем из актрис вы дружите, это такой уточняющий вопрос, но я думаю, что вы с огромным количеством актрис. Нет, ну, нет, ну, как сказать, дружба, дружбой, ну, дружбой я всё-таки очень делю эти понятия, для меня как бы дружба, это, ну, Катя Семёнова, моя однокурсница, мы с ней дружим с 88-го года, вот, и, конечно, это Катя, чуть позже появилась Даша Дроздовская, которая была подругой Кати, кстати, она как бы так перешла ко мне, мы стали все вместе. Да, потом это, конечно же, Даша Фекленко, Даша Фекленко, которая сейчас стала ещё и режиссёром, и сняла меня в своей дебютной короткометражке, и за что я получила лучшую женскую роль, вот, в Благовещенске, что вообще невероятно приятно, ну, потому что это заслуга Даши абсолютная, вот, это Оксана Фандера, вот, это вот, ну, такой совсем, совсем такой ближний круг, это вот такие, да, близкие-близкие, у меня со многими приятельские отношения, хорошие отношения, ну, это прямо вот такие мои-мои, вот, и я хочу сказать, что это не значит, что мы очень часто видимся все, понимаете, как, вот, дружба, это не когда ты там, я не знаю, постоянно вместе, студенчество это одно, да, мы практически не расставались, мы жили одной какой-то такой большой бандой, это другое, потом тебя чуть-чуть раскидывает, потом ты что-то сходишься, расходишься, это не важно, но мы, вот, встречаемся, и нет ощущения, что мы там давно не виделись, конечно, сейчас мы списываемся часто, то есть мы друг про друга все знаем, безусловно, да, потому что мы там, мы на связи, там, как у тебя дела, все это в постоянном режиме, но видеться мы можем достаточно редко, ну, жизнь такая сумасшедшая, вот, поэтому ничего страшного вот в этом, в изоляции, в плане дружбы нету, в смысле того, что можно что-то потерять, конечно, нет, это, безусловно, нет, и очень часто мы встречаемся вот таким образом, как с вами сейчас, или у меня была, например, Катя Семенова, которая, кстати говоря, застряла в Америке, в Нью-Йорке, и она там живет у какой-то своей подруги знакомой, и у нее был день рождения, и я была у нее, первый у меня был день рождения в Зуме. А, класс, класс. И мы вот, и было какое-то невероятное количество... Что было развлечение, кроме того, что вы выпивали все, я надеюсь, за Катю на здоровье? Ну, конечно, нет, мы выпивали, говорили тосты, мы, я не знаю, там, ребенок чей-то там держал вот так вот свечечку, а Катя вот так дула в экран, а там мама делала так, что, значит, эта свечка затухала. Какой лайк, как бы, шикарный, ой, какая идея классная. Да, представляете? Вот, так что это было очень шумно, это было дико, конечно, как-то сумбурно, но мы так вообще, мы так радовались, что мы все видимся, и что мы все вместе. Кто-то отключался, кто-то подключался. В общем, это было круто, это был такой опыт, сейчас, наверное, все станет как-то уже с этим делом на рельсы. Вот, и, ну, это было здорово. Вот, так что такой был... Мне кажется, это профессия будет уже, организатор зум-вечеринок, зум-свадеб, что там еще есть. Да, да, сейчас делают эти зум-квесты. Да. Вообще, конечно, все мы ушли куда-то в какое-то пространство совсем с головой. Дружба и чувства, они действительно остаются, и им совершенно не нужно, чтобы быть классными вот этих постоянных встреч, потому что, наверное, ну, наверное, это с возрастом приходит, понимание того, что дружба, это не все время, вот, так сказать, сидеть на перенужении чего-то, это абсолютно параллельные процессы, и если ты с человеком на одной волне, то когда бы вы с ним не встречались, вот, все равно, продолжаете быть на одной волне. Конечно, конечно, да. Ну, потому что, вот, очень часто, когда их нормальной не было, и до изоляции тоже, боже мой, сколько мы не виделись, ой, боже мой, одна там, другая здесь, еще что-то, ну, тоже все в телефоне, поэтому ничего, ничего страшного. С моей любимой подругой Машей Серебряковой, она не актриса, она жена Алеши Серебряковой, вот, это моя вообще, мы с ней дружим, то есть я не помню себя без нее, потому что мы жили в одном доме, и, я не знаю, с года, с двух, ну, со скольких, вот сколько моя память там, мне позволяет вспоминать что-то, всегда была Машка моя рядом со мной, вот, и достаточно давно уже мы находимся с ней вот в скайпе, еще там где-то на всякой видеосвязи, потому что они то в Канаде, то здесь, а сейчас они застряли в Испании, кстати говоря, всей семьей, что хорошо, вот, поэтому для меня это какая-то даже уже, так скажем, привычная, наверное, история. Да, кстати, хочу рассказать, очень, такой был смешной эпизод, вот, только когда они поехали в Канаду, и первый раз мы, наверное, не виделись, первый раз в жизни мы не виделись, ну, полгода, вот такое вот было, полгода, да, это было давно, ну, сколько они там уже, мальчишки уже школу закончили, заканчивают, а это вот только-только, я не знаю, у них был второй, третий класс, ну, короче, давно это было, вот, и, конечно же, мы все время в скайпе, мы постоянно общаемся, все друг про друга знаем, и вдруг она прилетает, и мы, значит, с ней назначаем встречу в ресторане, в CDL, и мы с ней встречаемся, а спросить друг у друга нечего, потому что мы все друг про друга знаем, абсолютно, вчера созванивались еще, мы с ней вот так вот вцепились друг в друга, рыдали, вот так у нас текли слезы, мы рыдали, мы молчали и рыдали, мы заказали какой-то еды, почему-то очень много, мы ели и плакали, я вам клянусь, такой снять, вот такой эпизод, это, ну, это очень круто, я не знаю, как это поверят, в это кто-то или нет, но если вот это по-настоящему, мы не могли понять, с чего надо начать разговаривать, потому что мы были постоянно на связи, но вот это вот общение личное, когда ты можешь взяться за руку, когда ты видишь глаза, это, конечно, совершенно другое, в общем, мы в слезах поели, что это просто, и потом нас, это такой вот эпизод, и потом нас отпустило, и мы начали нормально, нормально общаться, я прямо вот кончурую. Вы просто хотели есть, вы просто хотели есть. Нет, нет, это был стресс, это был абсолютный стресс, не хотели мы есть, мы съели то, что мы никогда в жизни, никогда в жизни мы это не ели. Это было какое-то зажевывание стресса такое, со слезами, ой, боже мой, вот, а потом уже вот полилось общение, поэтому, если с вами такое случится после изоляции, не бойтесь. Не бойтесь, оно случится точно совершенно, потому что очень многие пишут именно о том, что не хватает вот этого ощущения, когда с друзьями можешь похлопать по плечу, прийти кого-то там обнять, поцеловать, вот этого вот дико не хватает, мне кажется, люди выйдут на улицу, когда дарутся на своих друзей, и все это может быть. Будет братание. Алёна, скажите мне, пожалуйста, выходит проект, выходит премьера, выходит сериал, чье мнение по тому, какая вы там, какая у вас работа, для вас важно? Кроме собственного ощущения? Ну да, собственное ощущение у меня очень всегда критическое. Попробуйте тебя. Ну я, да, я себя во многом, так скажем, мне всё время хочется всё переделать и сделать не так. Вот, да, 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 это всегда так. Ну очень редко, когда мне там что-то, причём это кусочками, у меня когда спрашивают, какая там роль, мне так сложно говорить про в общем, потому что я нахожу какие-то такие кусочки, которые там я могу сказать, о, вот тут, вот тут, да, ничего, да, а вот тут нет, а вот тут кусочками невозможно, я не могу там смотреть с собой фильмы вот так вот вообще, вот, всё равно, это даже, если они там какой-то давности, я всё равно как-то там приглядываюсь, и здесь мне нравится, здесь мне не нравится, здесь бы, ну в общем, это сложная такая кухня. Вот, мне, конечно же, важно мнение моих родных, моей дочери старшей, Саши, вот, это мне тоже очень важно. Но Саша разве не успевает? И друзей, нет, но она говорит какие-то такие очень точные, очень точные мне вещи, она меня не то чтобы там ругает, но она может сказать именно то, что, например, мне важно услышать, как может быть это и в плюс, и в минус. Но она глазами режиссёра смотрит. Ну, видимо, да, да, видимо, да, и потом она меня хорошо знает, поэтому, поэтому она знает, ну, как бы она со мной так по большому счёту, знаете, вот, разучается, не в смысле, ой, мамочка, молодец, вот этого нет вообще. Вот, поэтому, ну, вот, наверное, нет, и друзья мне тоже очень важны, и Машка, когда там Серебрякова, и Даша Кленка, и там вот всё, всё, вот почему мне безумно было приятно и интересно работать с Дашей, вот на нашей этой короткометражке, которая называется «Переходный возраст», потому что она из меня вытягивает, вы знаете, как сама актриса, да, и она понимает какие-то вещи, и она так меня утаскивала от всяких, вот, так скажем, шаблонов, то есть, ну, каких-то привычных вещей, да, ты же всё равно всё-таки уже с таким опытом и возрастом, есть такие-то моменты, которые ты прямо, ну, твоя зона комфорта, и она меня отводила в сторону и давала мне какие-то такие точные штуки, какие-то такие приспособления, такое она мне что-то говорила, вот, чтобы увести от этого, вот, чтобы сделать не так, это очень мало кто может сделать, это правда, вот, поэтому, да, это прямо, это очень здорово, поэтому мне важно, чтобы меня не гладили по голове и хвалили, а чтобы мне говорили какие-то такие вещи, ну, и не то, что, ой, там, это, а это так, это как, знаете, как встречаются там после премьеры и не знают, что сказать, говорят, о, у тебя такие красивые костюмы были, это провал, это кошмар. Нет, ещё есть другая, ещё есть такая песня, красивая на титрах была у вас в фильме. Ну, это уж совсем. Это уж совсем. Это уж совсем. Нет, так сказать, так, прям, и тогда, и сняли хорошо тогда, и костюмы такие красивые были. О, господи. Та-да-да-дам. Вот. Я думаю, что мы сейчас поставим некую точку или паузу, я всё-таки хочу спросить про проекты, которые ещё в работе. Я понимаю, что Netflix, да, а что ещё из ближайшего мы увидим. Старая Гвардия, последний эпизод вышел, вот это вот, последний эпизод. Он вышел, он вышел, да-да-да-да-да. Он вышел, и ещё должна выйти картина, которая называется Абриколь. Абриколь, это такой, да, это такой удар в бильярде. Вот, это такая симпатичная, четырёхсерийная, ироническая, иронический детектив. Вот, да, очень тоже редкий жанр. Я играю такую даму полусвета, но там, там, там интересный, интересный такой замес. Вот, естественно, там такая, ну, как бы всё не очень серьёзно, там расследуется некая детективная история. Вот, замечательная Женя Дмитриева, которая играет следователя. Вот, и там очень, там, хороший актёрский состав, и, в общем, ну, должна быть интересная такая штучка. У нас мало этого тоже жанра. Вот, то есть, немножечко такие все приподнятые над реальностью. Вот, как бы всё всерьёз, но с таким юмором и немножко в жанре такого, какого-то, не знаю, английского или ещё какого-то, не знаю, детективчика такого. Вот, это то, что, это то, вот, да? Это для телека, да, для какого-то канала. Да, сейчас или не понятно. это для телека, это для России. Это для России. Вот, это вот должно выйти, это в работе. А, я вам скажу, ничего нет. А мы ждём. Я надеюсь, что эти роли будут, и это будет, безусловно, интересно, потому что, я думаю, что уже с позиции актрисы, всё-таки с очень классным опытом, на так себе роли вы не соглашаетесь. Я думаю, что таких и не предлагают, наверное, особо, но и понятно, что что их играть-то тогда. вы знаете как, так себе роль, это тоже же, ты можешь сделать её не так себе. Это да. Так себе роли не бывает. Бывает, на самом деле, так себе сценарий. Сценарий, да, верно. Сценарий может быть так себе, может быть, тебе там слова какие-то, тебе может не нравиться, ну, как бы, да, как это написано, диалоги там, и так далее, и так далее. Но даже если там, ты соглашаешься на некую роль, которая тебе может быть, ну, не особо симпатична и твоя, но ты на неё соглашаешься, по, неважно, по каким-либо причинам, у тебя всегда есть возможность её сделать честно. Ну, честно, вот, поэтому я вам могу сказать, что вот мне, что бы ни было, это честно, вот абсолютно я могу сказать, что мне не стыдно, не потому, что я такая замечательная, а потому, что я очень к этому честно отношусь. Поэтому стыдно, может быть, только, мне кажется, если ты делаешь что-то такое, ну, вот, левой пяткой. Согласна, да, это правда. А дальше уже сложилось или не сложилось, получилось или не получилось, но это кино. Но это не только от вас зависит. Получилось это работа и команды над фильмом. Естественно. Конечно, конечно, но я абсолютно не делю как бы свою работу от, а, вот это вот сейчас, значит, полный метр, а вот здесь сейчас этот сериальчик, а сейчас вот это вот всё, ну, вот так нельзя. Ну, так совсем нельзя. Как это хорошо. Как хорошо. Как это здорово. Это просто невозможное, я считаю, что это люди просто настолько далеки от профессии, которые этим занимаются, а многие так к этому относятся, да, к сожалению, к большому. Вот, так нельзя, поэтому из-за этого очень много, и это не только актёры, это не только актёры, это вообще вот в группе такое происходит, да, поэтому я очень часто тоже, ну, я раньше как-то была поспокойнее, сейчас, видимо, с возрастом. мне стало, мне стало не всё равно, вот знаете, как-то мне не всё равно, поэтому я могу что-то быстренько сообразить за реквизитора, если я понимаю, что он там сейчас что-то лыжанулся, вот, сори за слово реквизитор, если там, да, я понимаю, что там в организации что-то, я могу как бы попробовать переставить какие-то сцены, ещё что-то, я, вот вам скажу, я в последнее время стала немножко лезть в процесс, потому что мне совсем не всё равно. В какой момент вы станете режиссёром и пойдёте снимать веки? Никогда? Нет, я не скажу никогда, я не скажу никогда, но, нет, режиссёр, это обязательно и учиться, и своя профессия, это отдельная профессия, и когда ты уже понимаешь, что ты без этого не можешь, и очень надо чётко понимать, именно что ты хочешь снять и как ты хочешь снять. Я, наверное, из-за опыта своего и так далее, больше понимаю в организации процесса. Вот, в организации я очень хорошо понимаю, что, как, куда, чего, то есть, ну, в принципе, даже мне, может быть, ближе какое-то было бы продюсирование, так скажем, вот, но как организация процесса, не в плане, не дай бог там, финансов, а именно, именно в организации процесса, потому что я вижу на три шага вперёд, и это очень важно, да, и я могу как бы всё это сорганизовать, вот, поэтому я иногда так тревожу людей по этому поводу на площадке, в общем, потому что мне не всё равно, ни костюмы, ни это, ни как то, ни как всё, в общем, вот, чтобы в чашке действительно был горячий чай, мне кажется, что это важно, вот, мне кажется, ещё что-то важным, если у меня по роли есть какая-то собачка, то должны стоять миски, и так далее, и так далее, и так далее, ну, вы понимаете. Я за деле заживаю, потому что я просто очень редко смотрю телевизор, а как раз в самоизоляции у меня получилось так, что я вынуждена бывать вместе, где всё время работает телевизор, и я понимаю, какое количество сериалов с людьми и собачками, то есть это сейчас какой-то беженый тренд. Нет, у меня просто история, потому что я очень много сыграла таких женщин, которые одинокие, почему-то, значит, бездетные, но у неё обязательно как некая саблимация, значит, такое материнство, у неё или кошечка, или собачка, поэтому я это говорю абсолютно из личного опыта, мне всегда выдавалась какая-нибудь мелкая мелочь, вот, чудесная, я, кстати, так относиться даже стала к кошкам по-другому, потому что я совсем не про кошек, вот, но когда я поняла, что этому существу хуже, хуже, чем мне на площадке, что его оставила хозяйка, с диким количеством незнакомых людей, вот, то есть я даже смогла взять на руки кошку, что для меня явилось просто каким-то подвигом, вот, так бывает, она его за руки полюбила, а у вас собака не в домах? да, 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 у меня сейчас даже, сейчас даже две, даже я говорю, потому что одна собака у меня в гостях, это моего Саша, муж родителей, собака, вот, лабрадора, она у нас сейчас гостит, а у нас тоже собака, в общем, у меня сейчас две, две девчонки, отлично, вот, две девчонки на самоизоляции, ну им хорошо вдвоем, ну еще бы, и бесконечная моя любовь и благодарность к вам, спасибо огромное, спасибо вам, Алена Хмельницкая, любимейшая, обожаемая, очаровательная, нечеловеческо-талантливая актриса, которую мы все очень любим, спасибо вам большое, спасибо большое, всего доброго, будьте здоровы все, спасибо и ждем с нетерпением новостей про съемки Нетфликса, они будут. Я тоже, я тоже. Спасибо. Счастливо, до свидания. Друзья, завершаемся, это скорочтение, Алена Хмельницкая сегодня у нас была в гостях и встретимся завтра, у нас в гостях снова будет актер, его зовут Глеб Бочков, а я, Алия Стрифонова, благодарю вас за то, что были с нами и говорю до завтра. Пока.